Всем добрый день, друзья! С вами Андрей Хорьев и это канал Футбол Это Жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Краснодар. Остается у нас буквально три матча в чемпионате России. Один матч это финал Кубка России и, скорее всего, еще два матча в Лиге Европы, если, конечно, мы не проиграем в Германии и Шальке. Итак, друзья, вот они все матчи, вы видите на своих экранах. Сейчас у нас матч с ЦСКА и это последний такой самый топовый матч в чемпионате России для нас, потому что потом идет Уфа и Оренбург. Также через несколько дней у нас будет играть с Шальки. Скорее всего, мы с Шальки выпустим второй состав. С ЦСКА у меня будет играть первый. И то он даже устал после матча с Шальки. Видите, сил у многих просто нету. Поэтому будем играть от обороны, скорее всего. Мы уже все решили, для нас ничего такого нету. Так, включаем легенду. Поэтому мы поиграем от обороны. Будем играть в пасы. И если будет хороший момент, мы постараемся забить. Потому что потеря очков нам тоже не нужна. А ведь с матча атаковать ЦСКА у нас просто не хватит сил. Итак, 28-й тур чемпионата России. Краснодар-арена. Краснодар играет против ЦСКА. Итак, Краснодар недавно выбил из Кубка России ЦСКА. С счетом 5-1, если я не ошибаюсь. Это было в Москве. Сейчас они играют в Краснодаре. То есть силы есть. И болельщики свои. Поэтому нельзя их подвести. Итак, поехали. Ни одного поражения в чемпионате России. ЦСКА идет на второй строчке. Зенит идет на третьей. 62 очка. Вот показывает нам Витине. Сегодня он у нас в скамейке запасных. Может быть и выйдет против бывшей команды. Посмотрим. Ой, хорошо, как Велбек сейчас выбрал эту позицию. И на Павла Мамаева. Идем, идем, идем. Нужно атаковать. Один раз. И все. Павел Мамаев, решай. И Паша. Павел Мамаев 1-0. 35-я минута. Отличный. Павел Мамаев забивает своему бывшему клубу. И выводит Краснодар вперед. Все. Теперь мы точно можем пасоваться. Отыграть в обороне. Но великолепный нижний удар. Думал, что сильнее пробьет. Он просто катнул мяч. Но тут Игорь неудачно отыграл. Наджавинка. Идзагоев отправляет мяч в сетку. 1-1. 50-я минута. В таком же стиле, как и Павел Мамаев, он сейчас отпраздновал. Ну, Критюк здесь уже не затащил. Вот она под березки. На угловой нам тоже нужно постараться. Так, я не понял, почему у меня нету никого в обороне. Джавинка забивает второй. И все. Я вообще не понял, куда делась моя оборона. Остается уже меньше минуты играть. Да твою ж дивизию. Одна минута добавлена. Все, друзья. Наше первое поражение в концовке сезона. Обидно, конечно, что вели даже. Но таким составом, который у нас играл несколько дней назад. Но показали мы достойную борьбу. Вандерсон мог бы и в концовке затащить. Но не удалось прострелить хорошо. Итак, сегодня у нас игра с шальки. Выйдет у меня вот этот состав. Так. Здесь даже не знаю, кого выпускать. Есть вариант. Не знаю, вот из обороны кого-нибудь выпустить. Петрова выпущу. И он пойдет на... Вот так вот с подберезками поменяется. Подберезки может на цпшники играть и на ппшники. Нормально. Ну что тут у нас? Вандерсон даже не сильно таки устал. Давайте вместо Витиньо возьмем. Но и Витиньо поедет с нами. Да, все. Ну все, попробуем не проиграть. 2-0 тем более. Минимально можем, больше нельзя. Забиваем один. Нам хорошо. Да, вот. С шалькой мы играем на мировом классе. Ну что же, попробуем затащить. Сегодня у нас, я так понимаю, Есеницын, да, на воротах. Стреться он сегодня против шальки. Посмотрим. Мы еще посмотрим. Если будет хорошо показывать игру, мы его оставим. Если нет, то во втором тайме меняем его на крючка. Так что будем смотреть. Поехали. Велтинс Арена. И Барко, вот он твой шанс. Эзекель. Одного убрал. Хорошо. И. И. И да, это 3-0, друзья. Эзекель Барко. 41-ая минута. Забивает. На Велтинс Арене. Или Велтинс Парк. Не помню, как это называется. Велтинс Арена, да. И великолепно. Не с первой, а с второй попытки. Аргентинск пробивает немецкого голкипера. Все, друзья. Сейчас нужно шальки забивать 4 мяча. Потому что мы забили в двух гостях. То есть, или М1 нужно забивать. Ой-ой-ой. Буркстайлер забивает первый гол. 50-ая минута. 3-1 в общей сумме. Дрюси. И Вандерсен в пустые ворота. Ворота шальки забивает Вандерсен. 4-1. 2-1. Сегодняшний матч 4-1 в общей сумме. Вон на фоне наши болельщики. Мало, конечно. Но все-таки в Германию не каждый поедет. Отлично, друзья. И так прям отскочил аккуратно на ногу Вандерсена. Ой-ой-ой. Практически такой же гол. Соломон Рандон забивает ворота Краснодара. Тоже так на отскоке по пустым воротам. Но не смогли, не смогли мы сдержать натиск. Соломон Рандон забивает на 90-й. Побеждает пока что на шальке. Но все-таки... Мы забили 2 в гостях. Ну, я думаю, на этом все. Да. Все, друзья. Проигрываем мы в Германии. 3-2. Обидно, конечно. Потому что каждый раз мы выходили вперед. Дубль Соломона Рандона приносит все-таки победу. 3-2. Но неплохо я вам скажу. И Бенфика, скорее всего, будет в финале. Да. Поздравляем мы с этим португальцев. Но постараюсь обыграть их конкретно. Эту задачу передо мной. Смотрим. Да. Бенфика. Игрок травмирован. На 3 месяца аж Сергей Петров получает травму. И там 2... Турция нам предлагает стать тренерами сборной. Мы отклоняем. Я заметил, что нам еще Россия сборной России не предлагала. ни разу стать тренерами сборной. Дзюба, что ты творишь? Обогнал Витиньо. Покажет 16-16. Нужно забивать Витиньо. Там Смолову можно. Барко и Витиньо повышаются в рейтинге. Это хорошо. 74-77 теперь. Помните Барко к нам вообще? Сейчас мы посмотрим. Он пришел вроде с рейтингом 69. Да, 69 он к нам пришел. Уже 74 рейтинг. Дриблинг 85. Невероятное что-то. Вот такой состав у нас будет на этот матч. Будет играть у нас Рамирес. Дрова тогда мы убираем. С нами идет Васин. Ну что ж, друзья, в следующем выпуске у нас будет матч Уфа. Вот у нас замечательные будут серии. В следующей серии мы посмотрим, кто все-таки выиграет Кубок России. А последний уже, кто выиграет Лигу Европы. Думаю, это будет хороший матч. Давайте сейчас посмотрим. Первый. Первый состав. Второй состав. Первый состав. Ну и тут надо как-то постараться первым отыграть. Так что вот. Ну что ж, друзья, с вами был Андрей Хорев. Увидимся с вами в следующих выпусках. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok